Ничего себе, снег пошел в Москву! Наконец пришла зима! Меньше суток, чуть больше суток остается до наступления 2020 года. Чемпионат континентальной хоккейной лиги, естественно, уйдет на каникулы, но прежде надо сыграть некоторые матчи. И сегодня один из таких в парке легенд. ЦСКА против Ярославского локомотива. Сейчас момент очень хороший у армейцев. Еще один он продолжается. Да, там ковырнул Секач. И здесь мы также видим Дениса Алексеева, который очень здорово играет. Настоящий центральный нападающий. Действует как положено. Защитникам приходит первый на помощь. Ну и здорово разгоняет атаки. Тем более вот с такими краями. Астафан Кроновов и Рушан Рафиков пара обороны. У Константина Акулова уже три броска в сегодняшний матч. Самый активный игрок ЦСКА. Акулов, ну, четвертый. Будет четвертый. Есть! Один-нар. ЦСКА открывает шок. Я скажу здорово. Акулов сыграл. Прям такую паузу выдержал. Посмотрел, когда откроется угол. А вот Лазушин, он уже все не мог делать дальше шаг. Потому что уже на опорной ноге находился. И, нет, откроется просто в порядке. Разобрался в этом эпизоде. Классно. Уже два броска у Локомотива вот в этом втором периоде. То есть у нас четыре броска за весь первый период. Но уже два броска за неполную минуту второго периода. Вот третий бросок. Ну, вот это неплохо. Ну, бросок такой плотный был, на самом деле. Вот смотрим еще раз. И Старокин в левом нижнем углу. Шайбу останавливает. Все, ЦСКА нащупывает. Навязывает. Тот самый хоккей. Ох, ну, это же приличный, конечно. Классная шайба. Ну, вот, казалось бы, простая ситуация. Савченко делает вот этот, ну, пытается сделать этот гибридный проброс, которым там близко и не пахнет даже. Привезли шайбу. Проиграли бросование. Позиционная атака. Ну, и Мамин, конечно, исполнил. Красавчик. Коваленко, гол. Ну, вот видите, надо же. Пазл сложился в этот раз. Сначала не совсем логично. Армейцы забросили шайбу, когда ярославцы имели преимущество. А сейчас, как раз, когда это преимущество куда-то испарилось, и уже особых надежд не было, ярославцы забросили шайбу. Слепышев. Марков там разошелся. О! 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 Ничего себе! Ну-ка. Я думаю, что он очень хорошо себя почувствовал. О! Посмотрелись. Емельяненко тут все. Еще отодвинул главный его. Да, но три богатыря у ЦСКА на скамеечке. В полупозиции так и остался. Рафиков уходит за спину. Ткачеву и бросает отсюда! Гол! Ничего себе! Вот такие шайбы классные забивают. Это же надо так попасть вообще. Прошел. Да, и вот поменялись как раз местами с Качевом. Потому что Ткачев завершать так особо не желал. Главное так точно и самое главное сильно. И по левому краю пошел Свитов. Он заметил до Косту. Бросает сам! По-моему, был. Три-два. Александр Свитов. Да. Локомотив впервые в этом матче выходит вперед. Мне кажется, Сорокин думал, что он передачу будет делать. Не верил, наверное, что Свитов бросит. Да. А Свитов так посмотрел. И передачка вроде бы не очень-то и проходит туда, на Докосту. Внимание! Откровение просмотра определено. Оба пересекла линию ворота Сорокину. Три-два. Локомотив. Что Сорокин? Пока из ворот только выкатился. Три-три. ЦСКА. Дожал. Не вытьем так катание. Как она так запрыгнула. Хорошая работа на пятачке от Секача. Но все равно защитники должны были играть. Я не знаю, жестче что ли против Секача он там встал и дождался, пока Шайба прилетела к нему. И правильно. Шанкас. Ох, Акулов. Акулов. Красиво. ЦСКА. Встретит 2020 год в ранге лучшей команды континентальной хоккейной лиги. Вот ключевой момент. Даша Лунов откатываясь назад, отбирает шайбу у кого? У Коваленко. Дякую. Максима Шалунова номер 78. Шайбу за 8. Константин на полу номер 78.